Афганистан 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 Нас удивило отсутствие на крышах сосулек и снежных накатов. Неужели это норма или все-таки ждали комиссию? Подготовились. За мою практику, за мои 5 лет работы в Росляково жалоб не было. Они сразу же реагируют, смотрят, сами мониторят ситуацию. Не ждут, когда мы им укажем, что у вас где-то снежные шапки, сосульки нависают. Они приступают. Ежедневно в Росляково работают 3 автопогрузчика и 2 самослава, которые вывозят собранный снег. В этом году из-за обилия осадков делать это приходится чаще. В сквере парки города убирают также тщательно, ведь многие общественные пространства используют для организации на территории праздников и памятных дат. Так, в сквере аллея памяти у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, состоялся торжественный митинг. Событие было посвящено 31-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. В митинге приняли участие представители Мурманской областной думы, администрации города, силовых структур, ветеранских общественных организаций, учащихся кадетских классов. Павших героев всех локальных войн и конфликтов участники митинга почти ле минутой молчания в подножии памятника возложили венки и цветы. Ребята, которые тогда ушли в Афганистан, они выполняли свой солдатский, свой офицерский долг, долг русского солдата. И я думаю, вы со мной согласитесь, что те, кто остался там, а их 13 тысяч, официально-нефициально цифра. Теперь к событию, которое отметили ученики и педагоги 10-й гимназии. Учреждению исполнилось 80 лет. Областной и городской центр методического мастерства и инновационного развития, оснащенный современным компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудованием, мощной спортивной базой. 35 золотых медалистов только за последние три года. Специальный партнер престижных вузов России, участник международного проекта «Культура, быт, образование, спорт». Все это только малая часть достижений гимназии номер 10 Мурманска. Одна из первых начала профильное обучение, одна из первых начала внедрять технологии новые в обучение, технические средства, как тогда говорили, компьютерные технологии. И все это качественно менялось и росло от года в году. Все началось с маленькой деревянной начальной школы на четыре учебных кабинета 80 лет назад. Вместе с ребятами росло и учебное заведение, став средней школой. Потом десятилеткая, позже гимназия. Сегодня здесь 33 класса и 885 учеников. Это не школьники, это дети. Они такие же, как наши дети. И если честно сказать, вот кому больше я внимания уделяла своим детям или детям в школе, конечно, детям в школе. 10 Мурманская гимназия никогда не стоит на месте. Здесь ведется профильное обучение по информационно-технологическому, химико-биологическому, социально-экономическому направлениям. Есть даже класс «Газпрома». Если учитель – это не просто профессия, а призвание, то конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как один из этапов повышения профессионализма. В городском конкурсе «Ступеньки мастерства» в этом году принимает участие и Надежда Богданова. Молодой педагог 4 года работает воспитателем в детском саду. По словам девушки, эта профессия не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Именно на нас смотрят, что мы даем детям. Дети показывают свои знания в дальнейшем, что в детском саду, что после детского сада в школе, что после школы в институте. И, наверное, как бы это сложная работа на самом деле, непростая. Но при этом очень нужная без нее совершенно точно никуда. За конкурсную неделю участники раскроют оригинальные идеи в воспитании детей, поделятся педагогическими находками, также проведут открытые уроки, классные часы и побывают на мастер-классах. Сегодня нужен совершенно новый учитель с новыми подходами. И вот этот учитель является такой ключевой фигурой, которая непосредственно участвует в изменении методических приемов, методов, способов преподавания. Потому что вот инновационные технологии, они уже пришли в школу. В этом году в конкурсах «Воспитать человека», «Сердце даю детям», «Ступеньки мастерства» и в фестивале «Педагогические надежды» принимает участие 106 человек. Они будут делиться своим опытом и увидят, как работают их коллеги. Имена лучших педагогов Мурманская 2020 года станут известны 5 марта. Финал состоится во Дворце культуры имени Кирова. Правильные педагоги не только закладывают знания, научат человечности. Так, на одной из площадок состоялась благотворительная акция в поддержку проекта «Помоги спасти жизнь ребенка». «Я знаю, что наши мурманчане, вот реально, это особая, как сказать, нация людей. Просто мы мурманчане, мы это делаем, не думая, какой национальности дети, какое заболевание. Лишь бы дети были здоровы». Посетители ярмарки принимали участие в мастер-классах и приобретали валентинки ручной работы. Все собранные во время акции средства идут на помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении и жизненно необходимых лекарствах. «Плюс этих акций в том, что это не просто сбор денег, а это с привлечением людей, которые могут поучаствовать и понять, что от каких-то поделок, которые будут подарены этим детям, у них появится улыбка на лице. От того, что они сами поучаствуют в этом, они сами себя почувствуют причастными к выздоровлению этого ребенка». Посетители торгового центра также смогли познакомиться с интерактивными площадками городских молодежных центров, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. За пять лет на лечение детей собрано более 15 миллионов рублей, благодаря чему уже 193 маленьких северянина получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья. Также в Мурманске определили сильнейшую команду по игре в Юки Гассен, торжественная церемония открытия, волнительная подготовка к матчу, новые знакомства, спортивный азарт – все это чемпионат Арктический Кубок 2020. Цель игры – захват флага команды противника и выбивание соперников снежками. «Мы представляем Юки Братство, потому что наша команда, она, можно сказать, самая древняя. И вот с 2006 года мы играем, неоднократно выигрывали чемпионы Европы в этой игре, победители прошлого года». Игровой матч разделен на три периода, по три минуты каждый. На период выдается по 90 снежков, команда, выигравшая два периода, из трех становится победителем матча. На турнир в столицу Заполярья в этом году приехали команды из Мурманска и Архангельской областей, и Малонинецкого округа и Норвегии. «Команды разделены на две лиги. Это высшая лига, команды, у которых есть игровой опыт, которые целенаправленно тренировались, которые нацелены на победу. И первая лига – это ребята, которые, ну, часть из этих команд впервые будут принимать участие, и мы очень рады, что они влились в дружную семью Икигаса». По итогам двух дней снежных баталий лучшей в первой лиге стала команда «Портовики», а в высшее первое место занят ребята из «Скалы». Теперь они отправятся на представительный турнир в Норвежской Вардио. За Арктический кубок спортсмены теперь уже сразятся только в будущем году, а вот седьмой сезон проекта «Родной двор, родной город» только стартовал. Принять участие в играх может любой желающий, особенной подготовки не требуется. Малыши, те, кто посмелее решили принять участие в празднике, изо всех сил стараются повторять движение инструктора. Остальные с восхищением смотрят на происходящее со стороны. А вот родители от тренировки отстранились, но их, особенно пап, еще подключат, когда придет время самых динамичных конкурсов. «Мы пришли на прогулку, вот видите, такой прекрасный праздник. Очень здорово, что в нашем городе проводятся такие праздники. Это очень хорошо. Побольше выйдет почаще». Можно сказать, что спортивный праздник охватывает весь город, события устраивают на площадках в разных районах Мурманска каждое воскресенье. Организаторы стараются подстраиваться под возраст участников и отменяют фестиваль только в крайнем случае, например, когда бушует метель. «Организаторы научились работать в самых разных ситуациях. Дождь или снег, все это, не надо думать, что это всегда один и тот же праздник идет. В зависимости от того, какие сегодня пришли люди на площадку, с детками маленькими, или взрослые дети, или подростки, или пенсионеры, все моментально трансформируется с колес, и к этому у нас есть все возможности и с точки зрения инвентаря, и с точки зрения умений аниматоров». Узнать о том, где будет праздник, в следующее воскресенье можно на странице проекта в социальной сети ВКонтакте. Время же остается неизменным, а разминка начинается в полдень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова